Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Живу в Казахстане, здесь много мусульман. На работе со мной также работают мусульмане. Поздравлять ли их с их религиозными праздниками? Они дарят нам на свои праздники подарки, угощают. Принимают ли все это или отказываются? Друзья мои, если вы живете в регионе, где много мусульман, в Казахстан, Арабские Эмираты, Дубай или еще где-нибудь, во-первых, вы спокойно можете покупать халяльное мясо, которое продается в их магазинах, потому что оно не является идоложертвенным. Мусульмане монотеисты, они не чтут идолов, они не многобожники, они не приносят баранов или кого-нибудь еще в жертву Аллаху, да не будет такого. Поэтому те подарки, которые они дарят вам в дни своих праздников, принимайте. Угощение вкушайте. Поздравлять? Поздравляйте. В этом нет никакого запрета. Будет странно, конечно, если священник у себя на страничке поздравляет всех мусульман с их праздниками, или ты специально ищешь мусульманина, чтобы его поздравить, и прямо так, чтобы казаться лучше, добрее, внимательнее. Не надо этого. Поэтому, если видишь обстоятельства, тебя в каком-то смысле даже вынуждает к тому, чтобы разделить с человеком радость его торжества, разделите. В этом нет никакого предательства христианства, в этом нет никакого свидетельства отречения. Это просто разделение трапезы. Это просто проявление нормальных, человеческих, христианских отношений. Вот если вам Кришнаид даёт пироженка, вот ни в коем случае не берите, и не участвуйте в этих праздниках холи и же с ними. Вот здесь откровенное язычество, здесь пирожные, любые сладости кришнаидские приносятся в жертву. И в других религиях, в язычестве то же самое есть, но там вас особо не накормят. С мусульманством всё спокойно, всё хорошо, не переживайте. Поэтому, повторюсь, если ты стоишь в московском магазине, если выбор купить обыкновенное мясо или халяльное, купи обыкновенное. Если ты живёшь в Казахстане, там другого просто нет, то покупай любое, ешь не смущаясь. И никогда не говорите, что это жертва идолам, это кощунственно и некрасиво по отношению к исламу. Это о другом. Вот такие дела.